Совет молодых учёных Института морских биологических исследований имени Александра Ануфриевича Ковалевского был создан в 1999 году. Одна из главных его задач – помогать становлению и росту молодых научных кадров. Первый Всероссийский форум молодых учёных «Методы изучения экосистем-2016» приурочен к 145-летию со дня основания Севастопольской биологической станции. Он собрал участников не только из Крыма. Приехали ребята со всей России. Студенты, аспиранты и даже севастопольские школьники объединились в изучении биологии и экологии морей. Целью форума в первую очередь являются научно-практические занятия в области гидробиологии с школьниками, студентами и аспирантами различных институтов и университетов и школ. На сегодняшний день у нас принимает участие молодёжь, молодые учёные из Севастополя, Керчи, Калининграда, Мурманска и Санкт-Петербурга. От теории к практике. Первые два дня форума были посвящены просмотру обучающих фильмов и пленарным конференциям. Теперь участники перешли к практическим занятиям. В рамках форума работают семь научно-практических секций. Так, например, в секции определения основных групп паразитических организмов прибрежной зоны Черного моря у ребят есть возможность своими глазами увидеть и изучить внутреннее строение рыб. Проводим паразитологическое вскрытие черноморской кефалии Сингиль. У неё такое жёлтенькое пятно здесь на жабрах, характерный признак. Сейчас девочки будут вскрывать желудочно-кишечный тракт этой рыбы и будут искать кишечные формы гельминтов. Лариса Шелест – ученица 11 класса школы номер 43. В будущем мечтает стать их теологом. Именно поэтому она решила принять участие в форуме. Здесь и покажут, и расскажут обо всех морских обитателях. Я собираюсь поступать в медицинский университет, и поэтому я хочу попробовать разные сферы этой деятельности. И поэтому я пришла в эту секцию, чтобы убедиться, что на паразитологию я хочу или не хочу идти. Это помогает на практике изучить физиологию рыбы. Может быть, это покажется как-то не очень приятно, но на самом деле нет других способов изучить досконально физиологию строения рыб. А вот секция культивирования микроводорослей – настоящая лаборатория для экспериментов. Здесь молодые учёные выращивают водоросли. И вот с нашими коллегами из других институтов, которые заинтересовались данной тематикой, мы поставили эксперимент по выращиванию в данном случае двух микроводорослей. Суть данного эксперимента заключается в установлении, каким образом влияет изменение интенсивности освещения на продуктивность микроводорослей. По словам Светланы Горбуновой, эксперимент проходит по плану, и наблюдения продолжаются. Институт морских и биологических исследований обладает большими коллекциями препаратами паразитов, гидробионтов и водорослей, так что будущим их теологам есть где разгуляться. В форуме «Методы изучения экосистем-2016», который продлится до 24 сентября, принимает участие 35 молодых учёных. Организаторы надеются, что в следующий раз желающих изучать биологию и экологию морских глубин будет больше. Дмитрий Лейко, Севинформбюро.